Сколько бы ни смотреть на море, оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное, манящее. Море меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится друг темный индиговым, шерстяным, точно его гладят против форса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь, по грифельному небу летает с криками чайки. Но главное очарование моря заключается в какой-то тайне, которое оно всегда хранит в своих пространствах. Море является символом вдохновения и высокой мечты. Именно лучезарность моря, синева его оттенков, стала основой для богатейшей палитры, красок и образов поэтических произведений. Предлагаем послушать стихи разных авторов в исполнении читателей библиотеки имени Владимира Майковского. Андрей Дементьев. Мелодия моря. Я слышу, как черное море вздыхает, со мной грустит о тебе, а то ишь за окном, то шумит, то стихает, и роза дрожит на стебле. Я слышу, как черное море тоскует, и бьется о душу мою, и волну, как старые карты, тасуну. Надежду сажает Владье. Я слышу, как черное море играет, бессмертные трубы трубя, как будто меня свои песни карают за то, что я здесь без тебя. Иван Бунин. На маяке. В пустой маяк, в лазурь оконных впадин, осенний ветер дует, извиня, гудит вверху. Он влажен и прохладен, он опьяняет свежестью меня. Остановясь на лестнице отвесной, гляжу в окно. Внизу шумит прибой, и зыбь бежит, а выше свод небесный, и океан туманно-голубой. Внизу шум волн, а наверху, как струны, звенит, поет решетка маяка. И все плывет. Маяк, залив, буруны, и я, и небеса, и облака. Николай Рубцов. Весна на море. В юге в скалах отзвучали, Воздух светом затопив, Солнце брызнуло лучами На ликующий залив. День пройдет, устанут руки, Но, усталость заслонив, Из души живые звуки, Встроенный просится мотив. Свет луны ночами тонок, Берег светил по ночам. Море тихо, как котенок, Все скребется о плечам. Валерий Брюсов. У моря. Когда встречалось в детстве горе Иль беспричинная печаль, Все успокаивало море, И море ласковая даль. Нередко на скале прибрежной Дни проводила я одна. Внимала волны И прилижно выглядывала Тайны дна. На водоросли любовалась, Следила ярких рыб стада. И все прозрачнее мне казалось До бесконечности вода. И где-то в глубине бездонной Я различала, наконец, Весь сводчатый и стоколонный Царя подводного дворец. В блестящих залах из коралла, Где жемчугов сверкает ряд, Я вся волнуясь, Различала подводных Те в горящий взгляд. Они ко мне тянули руки, Шептали что-то вглубь маня, Но замирали эти звуки, Не достигая до меня. И знала я, что там глубоко Есть души, родственные мне. Я была не одинока Здесь, на палящей вышине. Когда в душе встречалось горе Иль беспричинная печаль, Всю успокаивало море, И море ласковое дай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok